Всем привет! В эфире программа «Вопрос. Спорт» и с вами Кирилл Егоров. В следующий день мы поговорим только о спорте. Как всегда, речь пойдет о самых ярких спортивных событиях в Брестской области за последнюю неделю. Поехали! Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди. Тренер Федор Зинько уверен, дидо помогает укрепить не только дух, но и совершенствует самосознание. В каждом человеке, который следует основам единоборства, развивается нравственность и терпение. Более того, человек становится уравновешенным, спокойным, хорошо развивается память и наблюдательность, поскольку необходимо изучать сложные техники. Особенно это полезно в юном возрасте. Я занимаюсь уже четвертый год. На соревнованиях у меня обычно призовые места, чаще вторые или первые. О том, как обычно проходит тренировочный процесс, красноречивее расскажет Савелий. Вначале обычно у нас разминка. Мы бегаем, разминаемся в процессе бега. Потом у нас акробатика, это кувырки, колеса. Потом отрабатываем приемы, что-то новое иногда изучаем. И в конце борьба. Сам тренер в спорте с шести лет. Тем не менее, сил на ежедневной тренировке ему не занимать. При этом пробовал себя в различных видах физической активности. Сперва гимнастика, потом фехтование, а потом уже дзюдо. Вот так. Имея за плечами советскую школу, тренер сетует на современный подход к занятиям физкультурой. Считает, что из-за халатности и не всегда обоснованной жалости к детям страдают дзюдо как боевое искусство. Если раньше дети в советское время приходили с общеобразовательной школы, то они умели делать практически все сами. То сейчас детей 3-4 года учишь кувыркаться, потому что дети очень неразвиты. Это бич реалии современного мира, как говорится. В этом вопросе Федор Зинько прав. Тут спорить не приходится. Среди других тренеров Бреста он известен довольно крутым норовом. Тем не менее, к Федору ведут детей. Возможно, именно из-за строгости, которую порой не в состоянии проявить сами родители. Мы подходим к ним требовательно. Не жестоко, а требовательно. Потому что реалия современного мира состоит из-за того, что дети очень сильно разбалованы. Теперь влияния улицы как таковой нет. Сейчас дети в основном связаны за компьютерами, за гаджетами и очень не хотят заниматься спортом. Не хотят, потому что сегодня в этом больше нет необходимости. Хотя, наверное, любой думающий человек согласится быть сильным лучше, чем слабым. Дзюдоисты бесспорно рулят. Только вот качество воспитанников в этом прекрасном виде борьбы идет на убыль. И это всерьез беспокоит людей, отдавших дзюдо свою жизнь. Правда, тренер уверен, ради единиц, которые в итоге остаются, и стоит вкладывать душу в любимое дело. А если раньше у нас был набор и отбор, то на данном этапе мы набираем всех. А отсеиваются те, которые слабы. Парад и показательные выступления. Семейные конкурсы и соревнования. Впервые в Ресте конная фиеста. На праздники побывали и наши корреспонденты. О своей воспитаннице Марии Первушина рассказывает с восторгом. В конно-спортивную школу девочка пришла 4 года назад. На праздник своему питомцу кобыли равнини. Мария даже сделала прическу и подобрала аксессуары. Она спокойная, но немножко боится воды и добрая. Мы были на школьных соревнованиях. На школьных соревнованиях она нормально себя ведет и на областных. Все лошади, они добрые и они помогают расслабиться и дают себе море позитива. Программа праздника началась с масштабного парада. Воранные, гнедые, рыжие и серые. Более 10 пород и настоящая палитра оттенков. Всего в школе 55 лошадей. Но это все-таки общение с животными. Здесь нельзя с ними быть злым. Как с кошечками, с собачками, так потому что это сразу сказывается и на результате, и на отношении лошади. Они тоже понимают, они тоже чувствуют к себе отношения. Ну, а это свежий воздух. Это активный образ жизни для всех. От мала до велика. Среди выпускников – мастера спорта международного уровня, призеры этапов Кубка мира. Сегодняшнему поколению юных спортсменов, а это около 140 мальчиков и девочек, тоже есть чем гордиться. Среди них лучший белорусский наездник на чемпионате Европы среди юношей – Алексей Воробей. Занимаюсь с 9 лет, то есть уже 10 лет занимаюсь. Выступал на республиканских, международных, европейских соревнованиях, на республиканских, ну, очень часто выигрывал республиканские соревнования, областные тоже. Достижение, ну, достижение хорошее. В республике, в конкуре – это преодоление препятствий вид конного спорта. Мы являемся одними из лучших. Мы выиграли и в этом году первенство Республики Беларусь среди юниоров. Вот 27 августа закончился чемпионат Республики Беларусь. Мы из шести три золотых взяли, одну серебряную, две бронзовых медали. В программе – экскурсии по конюшне. Их для гостей проводят опытные инструкторы. Самым смелым удалось прокатиться самим. Посетителей ожидало и множество интересных конкурсов. Конный праздник планируется сделать традиционным. И, возможно, он пополнит число культурных визиток областного центра. К победам в новых условиях. Посту капитального ремонта в Бресте торжественно открыли спортивный зал специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по акробатике и бадминтону. Воспитанники из дюшер по акробатике и бадминтону в этом году пришли в обновленный зал. Просторный и светлый. Отремонтировано здесь буквально все – от потолка до стен. Более уютными стали и раздевалки. И, наконец, здесь появился душ. О чем, к сожалению, ранее юные спортсмены и тренеры могли только мечтать. Условия у нас были действительно не очень хорошие. Раздевалки у нас не были обеспечены водой, душем. На сегодняшний день у нас все есть. Ну и результаты будем показывать. Они есть и показывать будем. Не просто перерезание красной ленты, а символ старта. Юные акробаты-воспитанники школы продемонстрировали свои способности уже в новых условиях. Брестская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по акробатике и бадминтону – одна из лучших в области и стране. За годы существования она вырастила 10 мастеров спорта международного класса, 70 мастеров спорта Беларуси, воспитанники школы в числе победителей и призеров европейских и мировых чемпионатов. Совсем недавно акробатка Ольга Мельник вернулась со всемирных игр, которые проходили в Польше, серебром. Спортсменка уверена – в обновленном зале будет больше возможностей к подготовке. В принципе, всегда подготовка – это порой самое сложное. Понятное дело, что уже вот это лучше, это приятнее, это смотрится зал чище, больше, естественно, больше возможностей будет. Большое спасибо тем, кто это помог нам сделать, улучшить наш зал. Ремонтные работы выполняла организация «Текстайл Групп». Работали сутками в течение полутора месяцев, чтобы успеть к новому учебному году. А финансировал ремонт спортивный клуб Федерации профсоюза в Беларуси. Вообще профсоюзы уделяют большое значение спорту, особенно детскому. И у нас по области сегодня работает 17 спортивных школ и занимается более 6,5 тысяч человек. То есть цифра внушительная. И профсоюзы все делают для того, чтобы дети и здоровье нации было прежде всего. С началом нового учебного года, теперь уже в обновленном зале, юных спортсменов и их тренеров поздравил начальник областного управления спорта и туризма Николай Глушеня и председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин. Александр Андреевич также вручил удостоверение о специальной стипендии лучшим воспитанникам спортшколы. И это еще одна из традиционных поддержек профсоюзами спортивного движения. Очередная акция, которую провели спортивные школы и секции в парке культуры и отдыха в областном центре. Цель – популяризация здорового образа жизни и поощрение занятий профессиональным спортом. Второй год подряд в областном центре в первые дни нового учебного года проходят подобные акции. Своеобразные дни открытых дверей, которые проводят специализированные государственные спортивные школы и частные секции города. Многие родители видят своих детей в каком-то одном виде спорта и мечтают, чтобы ребенок этим занимался. Однако дети, посмотрев на все виды спорта, которые сегодня мы представляем, понимают, что они хотят себя попробовать в нескольких видах спорта. 19 специализированных спортивных школ и секции областного центра представили 48 видов спорта, которые культивируются в областном центре и которыми может заниматься практически любой подросток. Кроме этого были и презентации новых видов. Новинка, как скалодром. Это олимпийский вид спорта. И в нашем городе с этого года будет установлен скалодром, который соответствует стандартам для того, чтобы тренироваться и участвовать в соревнованиях. Мы его устанавливаем в легкоатлетическом манеже по улице Московской. Тренировки начнутся где-то с середины сентября. И будет возможность подойти, записаться и посмотреть, что это такое за вид спорта. Это новинка для города Бреста. Конечно, руководители спортивной отрасли области хотели бы, чтобы предпочтение юной спортивной таланты отдали в первую очередь олимпийским видам спорта. Но это вовсе не значит, что и другие виды менее значимые и интересные. Все в одном месте сконцентрировать, это, конечно, здорово, потому что не каждый родитель может себе позволить. И не каждый ребенок. Вот такая вот ситуация, сразу 1 сентября, окунуться в такой мир спорта, это тогда, если бы не было сегодняшнего мероприятия, то надо кучу звонков сделать, посетить все объекты. Ну, а здесь сегодня много специалистов, они могут дать консультацию. А уже на следующей неделе все записавшиеся в секции и кружки смогут попробовать свои силы и сделать первые шаги на спортивном поприще. Надеемся, у ребят все получится. А на этом все. Смотрите про спорт в социальных сетях и на сайте trkabres.by. И помните, спорт делает людей здоровыми, сильными и уверенными в себе. Так занимайтесь спортом. Пока!